привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и я думаю что красот этого мира на сегодня хватит и мы будем с вами заниматься тем что приводить лодку в порядок как вы помните я вам рассказывал о том что у нас достаточно большое количество проблем было связано с нашей лодкой во мере перехода они все были не критичные но тем не менее пришлось этому уделить внимание и так приготовились и давайте чинить то что поломалась вперед так ну что начнем наверное самая первая это свинт инструмента потому что для меня это проще всего нужно залезть на мачту отдефектовать и посмотреть что же собственно там произошло ну что полезли то что я терпеть не могу так вот эту штуку я только что снял и напоминаю что у нас показывал вин инструмент силу ветра это вот это вот крутилка которая сейчас крутится а вот эта штука черная она направление почему-то не показывала и вот наша задача сейчас разобрать и посмотреть почему у меня есть подозрение что там внутри такое феррое колечко она навернулась давайте разбирать тут такая маленькая гаечка ее нужно сейчас будет открутить видите вот этот вот пин не знаю как этот ось на вот этой оси должна быть такая ферродовая такое ферродовое колечко вот его нету поэтому она ни хера не показывает причем самое ужасное где она его нету даже следов ладно сейчас мы это исправим а вот у нас есть такая штучка запасная и мысль это донор кстати его купил 10 долларов за 40 хотя вот новая такая вот фигня полностью в сборе стоит 1400 американских долларов и а вот это вот за один процент от стоимости я купил и я думаю что либо вот это либо вот этот механизм будет работать так ну что проверяем откручиваем и смотрим вот смотрите видите здесь колечко нет значит эта фигня не рабочая а теперь я предлагаю открутить вот эту а вот здесь вот видите есть колечко то есть вот смотрите для сравнения вот это вот магнитное колечко как раз то что нам нужно поэтому то две одинаковых фигни абсолютно мы снимаем отсюда этот механизм с крыльчаткой так вот он снятый теперь мы его закручиваем вот сюда в новое но в его вернее штатное старое место сейчас его здесь немножечко маслицем капну чтобы он тут крутился хорошо и собираем всю эту фига тень ой извините всю эту штуку обратно ну что вот я смазал и нижнюю вот видите как она легко теперь у нас крутится и верхнюю вот она также крутится очень легко и сейчас мы на эту штуку надеваем все собираем в обратном порядке и будет у нас я надеюсь все работать ну что вот крышечку надели теперь вот так вот аккуратненько маленькими плоскогубцами закручиваем эту гайку здесь на самом деле усилия не нужно она просто держится и так все вот она крутится вы видите как легко теперь вот здесь есть пазик и вот здесь есть под него ключ так все и сюда берем и накручиваем гаечку ее мы здесь чуть-чуть подтягиваем но не сильно это все пластмассовая на нем нагрузок никаких нету так вот увидите сейчас эта штука стала крутиться и я уверен что она будет работать хорошо что прежде чем мы ее закинем туда на топ матч ты нужно проверить ее работоспособность несмотря на то что я уверен что она будет работать я думаю мы должны в этом сейчас полностью убедиться чтобы проверить вот увидите это стеночка на которой у нас тут много всяких полезных штучек мы ее сейчас снимем там такие наклеечки которые просто потянуть вот она снимается а за ней у нас очень много всего интересного смотрите так здесь у нас живет вайфай роутер но тот который передает данные с лодки то есть он не как вайфай а именно дата вайфай так и вот здесь с левой стороны за радиостанцией у нас вот увидите вот эти вот разъемы иными то есть это то что передается она здесь собирается в одни в одну кучу и вот слева компьютер как мы сейчас берем просто вот здесь вот этот шнурок аммия включаем его вот вот так вот сюда и смотрим на экран ну в общем не все так получилось как хотелось несмотря на то что я все проверил увы проблема в следующем смотрите и вот мы ее начинаем крутить и смотрим на экран вот видите 16 все сильнее крут но 17 18 вот это вот два это то что работает а вот здесь сейчас я вам покажу вторую часть а угол как был так и не меняется но самое ужасное что вот я ее беру в руку и вот здесь вот реально горячая часть то есть я думаю что все таки сама микросхема сгорела сама плата сгорела и придется заказывать новую вот вся вот это вот система 7 рад wind инструмент стоит полторы тысячи долларов но мы попробуем найти под нее ремкомплект следующая задача как я вам уже рассказывал у нас не работает счетчик цепи в кокпите ну начинаем разбирать и смотреть что же там такое может питание может еще что-то не понимаю что-то не работает что-то не работает раз уж мы здесь все разобрали мы сейчас возьмем пылесос и все это приведем в порядок начнем отсюда потому что здесь мне потом лежать берем вот такие вот штучки далее берем обжимное и идем приводить в порядок провода эти нормальные были а вот эти красненькие новые как вы видите я обжал ну что собираем проверяем все запускаемся не работает короче не работает нужно сейчас проверить может ему питание не подается она и лебедка работает только если запущен мотор поэтому даже не сам мотор зажигание 14 вольт сюда подается так черный и фиолетовый ну да у нас на самом деле так и было все подключено питание есть а прибору наверное все и еще один прибор вас отошел в мир иной его разберу конечно посмотрим что что видно но маловероятно есть а из наисе мы видим всех но а из не передает нашу позицию давайте разбираться запускаем диагностику смотрим что там такое так берем вот у нас шнур есть это а из транспондер то есть вот мы его достаем у у него на конце обычная юсб втыкаем ее в компьютер а далее запускаем софтину которая называется про аис так вот это все выглядит вот так теперь нам нужно выбрать способ коммуникации у нас будет либо bluetooth либо юсб так у нас торчит юсб запускаем connect все данные мы получили вот увидите название лодки call sign потом mmsi дальше можете выбрать какой тип например сделать буксир так но это все технические данные откуда куда антенна встраивается но нам нужно следующее то есть смотрите gps no fix no fix то есть он не видит gps ok other vessel то есть он их видит это значит что антенна работает запускаем диагностику и что нам диагностика говорит то есть он говорит что позиции он не может получить а из transmission позиция report файл ну то есть естественно так позиции нет и gps антенна файл то есть есть шанс что у нас просто отвалилась антенна и надо будет сейчас посмотреть собственно что там происходит так вот я открутил антенну и сейчас нужно будет искать где собственно сама антенна потому что я понятия не имею какая gps антенна у аиса и что мне странно вот у него вот этот кабель это кабель in me то есть он получает получается позицию не пойми а у него свой gps датчик который ему говорит где он находится бред сумасшедшего ладно ищем антенну вот тут я уже все разобрал надо все нам надо смотреть итак самое первое нам нужно будет посмотреть это gps антенну вот она то есть скорее всего либо антенна на е либо вот она вот она это вот этот тонкий проводок сейчас мы его будем отсюда демонтировать и снимать эту антенну и смотреть что с ней собственно происходит а а и и и и и и и и так в общем я ее помыл подключил но я так понимаю что наверное ей не очень хорошо непонятно чему здесь может быть нехорошо ну ладно так connect connect есть статус satelite in view нормально какие то есть other vessels ловит диагностик time out ошибка позишен report получаемый и антенны нет то есть антене судя по всему все так ну что идем в мастерскую вернее мастерскую в магазин посмотрим что там у них есть что они могут предложить ну вот друзья давайте сделаем посмотрим на сухой остаток что же мы починили а что нет ничего мы не починили chain counter это счетчик цепи у нас сдох может быть мы его отдадим в ремонт его починят если нет придется покупать новый ориентировочная цена вот увидите сейчас на экране далее gps скорее всего тоже придется покупать новый потому что вот это вот платка выглядит окисленно опять же я его сдам в ремонт может быть его смогут починить если нет значит вот цену опять увидите wind instrument я думаю что я посмотрю конечно на цены ремкомплекта я думаю что к тому времени как видео я буду монтировать уже будет понятно сколько он стоит есть другая технология ультразвуковая вот работает она так то есть сигналы посылаются как и холод и и сдвигает куда-то ветром и в зависимости от направления куда их сдвигает они показывают силу ветра то есть новая технология очень классная ничего не крутится вот этого из говеного но будем смотреть где купить как купить сейчас нужно починить фурлер и наверное серию с ремонтами мы на данный момент закончим пошли и чинить фурлер а сейчас можем это делать на время уже и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дальше нам нужно сделать вот этот вот пропил глубже, но так как у нас, не знаю, нет у меня под рукой ничего, у нас есть такая пила, вот такая, и это как раз то, что нам нужно, она хотя и по дереву, но думаю, что алюминий она пропилит именно так, как нам надо, да, отлично, супер. Вот вы видите вот этот пропил, сейчас это здесь все немножко поубираю, и сюда поставим нормально сиклип, что он уже глубокий и будет нормально держаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ужасно, когда нету нормального инструмента. Вот у меня есть инструмент, чтобы эти сиклипы открывать, но такого большого нет. Вот я сейчас пытаюсь как-то приколхозить, чтобы его открыть, потому что этот сиклип чуть-чуть меньше на пару миллиметров, но его надо раскрыть и надеть. И вот это какой-то просто сраный кошмар. Я думаю, может взять вот, вот, сделать вот так, и просто сжимая, раскрывать. Ну, вы понимаете, какой это ужас. Вот, блядь, я сделал это. Короче, я сюда вкрутил два болтика, один у меня не было такой гаечки, короче, вот так вот, стянул их и надел вот сюда. Ха, кто крутой? Ха-ха, я крутой. Так, все. Так, все, мы в пазу, встали. Ну, так, плотненько, но так как здесь этот пластик, он разработается. Ну, все, супер, теперь это все собираем обратно. Ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА с этим уже мы закончили теперь мы переключаем на режим натяжки еще один маленький штрешок и все есть идеи чего не хватает пауза думаем так друзья то важная вещь которая говорил это хомутик и ставим мы его вот сюда вот так вот это делается для того чтобы шакель не раскручивался это обязательно и это офшорная практика которую вам нужно запомнить если вы подготавливаете лодку вот этот хомут избавит вас от огромного количества головной боли вундамо друзья у нас вот это вот барахло сейчас будет запаковано обратно блокеры но я думаю что это показывать уже смысла особого не имеет но я думаю что наш выпуск подошел концу не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки задавайте вопросы как увидите сегодняшний выпуск у вас не очень эффективен зато мы нашли причины нашли проблемы которые у нас были все увидимся на следующей неделе пока